здравствуйте сегодня пятница видеоблог и сегодня у нас видеоблог моно мы говорим только об одном мероприятии об одной компании мы говорим о презентации apple о продуктах которые были представлены обсуждаем хорошие плохие стороны высказывать свое мнение об этих продуктах а вести этот блок будут самые большие любители компании apple олег данилов и сергей кулеш поехали и так все вы наверное как и мы следили внимательно за презентации так что никаких там неожиданностей на вас не будет просто хотелось бы обсудить представленные продукты высказать свое мнение фе свое сердце будет ругать все продукты я буду хвалить соответственно будет плохим полицейским буду хорошим поехали с чего начнем что-то простого началось 21 октября вечером издалека сан-хосе в театре талина как это театр называют тоже на раз театр калифорния называется самое смешное что я возле него оказывается был проходил двух метрах и не заметил театр маленький очень феджи мини собрали очень узкий фасад а вот фасад фасад маленький поэтому реально его не заметил сан-хосе сан-хосе это небольшой город те города большой но очень низкий там буквально одна двухэтажное здание зато там находится штаб-квартира многих компаний сан-хосе так конгломерат из маленьких городов там санта-клара это по-моему интел а не знаю не уверен интел в самом в центре сан-хосе стоит единственный по-моему небоскоп это здание адобо троллинг такой был со стороны apple недалеко возле адобо вот там же есть собственно в честью было названо адобо house первый дом из глинобитный поселенцы сан-хосе ладно собственно мы не об этом и так было представлено 5 продуктов представление началось с чего не помню чем самого простого самое простое это mac mini обновили все поставили новые что еще не можно сказать поставили новые процессор айви бриджи да все айви бриджи графика hd 4000 новые новые винчестера возможность поставить ssd плюс вот эти вот фьюжен и хорошо что случилось мистер путин что случилось с подводной лодкой курска она утонула примерно так же это обновили а теперь про iMac хорошо mac mini очень здорово iMac сделали очень тонким причем это было очень прикольно они показали как лучше лучшие ученики маркетинговых школ обрыдались просто то как показывает iMac потому что его показали так вот сбоку и сказали 5 миллиметров толщина я был в шоке но я бы я-то понимаю головой всем остальным что я уже 5 миллиметров я готов был поверить весь компьютер впихнуть нельзя я-то понимаю это ну думал ну а вдруг а вдруг apple magic на самом деле по моему все в зале которые сидели ждали что реально будет сейчас 5 миллиметров шиллер он так и на самом деле удачно повернул там как бы все здорово там как любят сделать ноутбуках срезанные такие передние боковые грани для того чтобы он казался тоньше то же самое сделали там часть боковая 5 метров но потом она так плавано плавно увеличивается к центру и на 3 красиво получилось выглядит очень красиво мне кстати интересно показалось как они собираются это дело охлаждать и все таки думаю наверное вот задняя часть этого монитора и там два вентилятора не 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 она будет просто как радиатор алюминиевая то есть она будет греть потому что опять таки это же не ноутбук не планшета его держать не надо все равно как он выглядит или они его давят как-то кстати фил шиллер долго рассказывал про то что это единая деталь и что это очень здорово она будет очень жесткая то есть это понимаю что это и не будет здорово 21 и 5 дюйма 27 27 дюймов то есть два типа размера довольно вкусная цена насколько я помню потому что он начинает по моему в 1300 долларов 1399 тоже интересно старшая модель 1800 два устройства проехали теперь давай третье устройство интересное макбук раз проехали проехали ну хорошо мне как бы макбук с ретиной тренажка макбук с ретиной мы сейчас закончим весь был в 5 минут так такими темпами отлично зачем нам больше то есть аймек и айминь это не мини это не совсем мое макбук ретина тренажка как вы помните летом объявили пятнашку мы ее тестировали уже интересная очень модель теперь то же самое показали в тренажке разрешение у нее меньше чем в пятнашке но все равно ретина почему потому что они поступили точно также у него разрешение 2560 на 1600 они взяли разрешение обычной тренажки макбук про 1280 на 800 увеличили его в два раза на месте 2 пиксела 4 новых то есть меньше чем пятнашки что там еще корпус такой же тонкий но при этом по какой-то непонятной причине пятнашка там допустим вот столько тогда тренажка на миллиметр толще вот как это у них получилось я не понимаю компоновка плотнее некоторые компоненты что ставить наверно вот скорее всего да но как бы меньше 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 объем до меньший объем ты мне скажи ты разобрался что такое фьюжн драйв ставится ли он в ноутбуке уже нет подожди фьюжн драйв они ставят только только в десктоп и только в ваймак и mini под почему потому что это сочетание fsd и винчестера так узнаете вот в эти новых прошках ретина там уже hdd не ставится только fdd поэтому не получится что это такое это очень прикольная штука если вы разберетесь почитаете мы посмотрим еще первые тесты это не простой гибридный график многие подумали так вот в чем не просто непростой в том что не незаметно для тебя система будет сама решать какие программы какие данные размещать гибридном драйве как гибридный драйв используется для ускорения там идет просто какой-то кэш кэш для для быстрого доступа к хорошо инчестер а то есть там физически допустим месяц система смотрят и часто работают загружечным ssd и просто hdd ты сам должен решить что куда положить для ускорения загрузки на sdd или на hdd в виде ты просто кэшируешь да а здесь получается она сама решает если ты часто работаешь с iphone она и сама и фото и все ваши фотографии разместит в ssd да будет ты будешь быстро с ними рот или те которые которые ты быстро работаешь то есть я не понимаю не знаю будет ли это возможно это делать руками но система автоматически будет размещать на более быстром носителе те данные с которыми вы работаете более часто и там же они привели диаграмм тоже практически кэш у микросота такая же практически процедура есть для восьмерки и что она делает ускоряет тоже перемещает вперед венчестер на ssd не совсем понятно как она это делает вот здесь показали они диаграммы еще очень прикольно показали то есть скорость работы там допустим винчестера да скорость работы ссд вот скорость работы этого fusion drive чуть лишь немногим меньше чем скорость работы чистого ssd а теперь подумайте сколько вам будет стоить ssd емкостью терабайт она практически такая же суть если ты обращаешься к данным которые лежат на ssd я тебя за что купил за то и продаю диаграмма была вот так окей хорошо то есть в ноутбуках не будет вижу нам прежде мой ssd да вернемся к макбук ретине разрешение чуть меньше корпус такой же тонкий такой же классный тоже опять матрица но то что многих разочаровала что там не будет дискретной карты то есть если в пятнашке стоит сочетание и в intel hd graphics 4000 и 650 geforce kepler то здесь будет только intel geforce господи intel hd 4000 почему ну во первых меньший размер труднее обеспечить охлаждение во вторых компания apple посчитала что даже ядро дискретное ядро графическое от intel а вполне справится с этим разрешением многих это опять-таки разочаровало все думали что они получат в лице тренажки они получат ту же пятнашку только более компактно нет этого не случилось так что если вам нужна дискретная карта то только пятнашка стоить это тренажка будет от начиная начальная версия 1699 долларов что как бы ну скажем так нормально то есть они не слишком низко не слишком высоко потому что опять таки ниже есть обычные макбуки без ретины еще ниже есть эйры выше есть более высокие конфигурации по эйрам кстати да они подешевели нет из выхода вот это вот помню больше расстроило многих пользователей хватит хватит ждать уже скидок когда представит но предыдущая модель логично эйры не обновляли в какую стать они должны дешевле если бы они показали новый эйр какой-то тогда действительно можно было обновить еще что в пятнашках можно увеличить объем оперативной памяти опционально то есть заказать конфигурацию 16 гигабайтами тренажки то невозможно тренажки 8 гигабайт это максимальный размер вот то есть все таки это не не та рабочая станция которую можно сделать из дорогой пятнашки знаю повторюсь нормально то есть не очень высоко не очень низко здорово классно вот так обязательно когда приедет нам ее протестим расскажу в своем ей следующий девайс четвертый по счету ну как бы самоковым и самый самый из самых интересных возьмем четвертым я думаю 4 ipad окей 4 ты у олег как плоди как счастливый владелец сейчас такой хороший хороший про счастливый владелец 3 ipad расскажи пожалуйста серёжа меня предупреждала мне говорил что не стоит брать третий ipad сразу же после выпуска стоит подождать осени и взять себе третий как мы тогда считали бренда обновленный собственно в apple решили что 3 обновленный уже достаточно был обновлен для того чтобы стать четвертым вот поэтому через полгода после выхода тройки они упустили четверку ну как я тебя себя чувствую я конечно несколько обиделся сначала вот решив а потом как же так если предупредили кстати вот был опрос на том же синете почему вас расстроила анонс четверки так хорошо построен вопрос почему вас то есть там нет вариантов не расстроен да то есть почему вас расстроил анонс четверки и самый частый ответ это потому что если бы я знал о выходе четверки я бы подождал и купил уже четвертую модель вот я бы тоже наверно подождал бы купил бы уже четвертую модель но раз уже купил третью, после анонса A4 она не стала хуже работать, у нее не испортился экран и так далее. Пока что в производительности процессора главное отличие это все-таки процессор и новый разъем. Производительности процессора хватает. Экран Retina по-прежнему показывает великолепно. Новый разъем он мне пока что не нужен. То есть сначала расстроился, а потом подумал, да боже, ну и ладно. Самое смешное, что опять-таки, если бы я сейчас отговаривал Олега, то я бы отговорил его еще раз покупать четверку. Почему? Подожрать пятерку, которая будет весной. Почему? Потому что на самом деле самая большая претензия у меня была это экран, экран, который слишком грелся. Говорили о том, что в следующем поколении, которое обещали, рефреш, рефреш new iPad'а, обещали поставить или экран XO от Sharp'а, или снизить или поставить только одну лампу подсветки, то есть как бы снизить количество подсветки, чтобы сэкономить энергию. XO это время будет только в следующем поколении. Вот то-то и оно. Пока не разобрали. Опять-таки четвертое поколение iPad'а, то, что сейчас выпустили, это работа над ошибками третьего. Причем работа не очень хорошая. Если там нет XO экрана, я бы опять-таки тем обиженным владельцам третьего iPad'а посоветовал подождать до весны. Когда там будет XO экран, они смогут поставить... Весны ты имеешь в виду следующие? Весны, да. Весны, да. Весны. Они смогут поставить меньше батарейку, они смогут, возможно, обновить... Не будут поставить меньше батарейку, мне кажется. Для того, чтобы сделать его тоньше. Возможно поставить. Думаешь поставить? Возможно поставить. На самом деле-то они поменяли чип, он уже должен греться меньше. Да? Да. Чип-то по 22 нанометра новый. Чип поставили A6X. A6X, да. Вот. А в предыдущем был A6. А6X это же с iPhone 5. Да. Вот. То есть уже должен быть чуть-чуть меньше греться iPad, потому что, скажем, вот у меня жена не пользуется, пользуется с меньшим удовольствием тройкой, чем единицей, именно потому что единица совершенно не греется. Ее не смущает там притормаживание некоторые, теми приложениями, которые она пользуется, все-все в порядке. Если четверка греется меньше, то это уже хорошо. Ну, то есть работа над ошибками, ну, ну, такое. Почему четверкой его назвали, почему не назвали 3s, вот это вот мне непонятно. Они назвали, они вообще никак не назвали. Они назвали, поменяли, кстати, название тоже не new iPad, а iPad with Retina Display. Ну, как и ноутбук. И просто 4G они назвали четвертое поколение. То есть они 4G имеют полное право назвать, потому что это действительно четвертое поколение маркетинговое название. Сейчас, кстати, очень просто. Если вы зайдете в магазин, заходите в магазин в Нью-Йорке, в Сан-Франциско для того, чтобы купить iPad 2, у вас теперь очень простой выбор. Вы выберете iPad 2, iPad mini или iPad with Retina. Вот iPad 2 в линейке, как по-твоему, зачем? Очень совсем. Ну, например. Если тебе нужен, если ты не хочешь брать mini. Он стоит 400, 399 на 100. Ты не хочешь, тебе нужен большой экран. Ты отходишь из того, что тебе нужно 10-юймовый экран, но тебе, ты не видишь разницу между Retina и обычным экраном. Вот ты берешь себе второй. А есть люди, которые негде нравятся между тем? Есть. Куча людей. Люди, которые не играют. Человеку нужен большой экран для того, чтобы, грубо говоря, в интернете смотреть. Ну, окей, хорошо. Опять-таки, знаешь, это мы такие, давай я сэкономлю, отложу денег, буду полгода денег платить, но возьму самое лучшее. Люди приходят в Apple, говорят, смотрят. Вот он подошел в магазин, там же все это лежит. Он посмотрел, разницу не вижу. Давай я 100 долларов сэкономлю, давай. Взял сэкономлю, все. Надо проще подходить к этому. Хорошо. Итак, подытожим. iPad 4-го поколения, это та же тройка с новым процессором A6X, доставшийся от iPhone 5-го, с новым разъемом Lighting и с обновленным модулем Wi-Fi и Bluetooth, да? Да. И 3G, там, с поддержкой LTE, по-моему. Это все, что досталось из iPhone 5-го. Рефрэш. Рефрэш. iPad 3,5. Вот, цена по-прежнему та же. Продажа уже. Кстати, будет очень интересно сравнить его. Нет, еще нет. Подожди, по-моему, уже. Со второго числа. Со второго числа это мини. Со второго числа мини. И этот тоже. Возможно. Что будет интересно сравнить? По скорости стройка? Сравнить второй, вот, третий iPad старый, да? У кого есть. И вот четвертый новый сравнить по скорости. Понятно, что уже по степени нагрева, по автономности. То есть, вот Олег, я надеюсь, предоставит свой. Я возьму четвертый попробовать. Смотреть. А потом внезапно, они же похожи очень. Пасы, никто не заметил разницы. Отряд не заметил подмены, подмены бойца. Подмены бойца. Вот такая вот, такой интересный. И, наконец, на сладкое. Самое последнее. Самое интересное. Это iPad mini. Ну как? Понравился? Отличное устройство, я считаю. Отличное устройство для детей. Для детей. Почему для детей? Вот все комментаторы. Отличное устройство для детей и женщин. Потому что у детей маленькие ручки, понимаешь? И для них 10-дюймовый планшет, он достаточно тяжелый. Если даже он для тебя, грустного дядьки, может быть тяжеловатый. Ты просто не забыл, что твои дети тоже... Твои ребенок тоже когда-то был там пятилетним, допустим, восьмилетним. Совсем для детей. Да, для маленьких детей. Для маленьких детей вот устройство у тебя в руках. Кстати, можешь похвалиться им, наконец-то. Кто еще не заметил, да, это iPod Touch новый. Вот приехал, буду писать обзор пока. Ну пока нравится. Всем очень нравится, кроме того, что он царапается. Ну да, непонятно. То ли приехал поцарапанный, то ли мы уже его слегка поцарапали. Ну царапается действительно на сколе. Скол такой есть интересный. Сделали крупные фоточки, будете рассматривать. Это было лирическое отступление, но оно тоже имеет отношение к iPod mini, потому что похоже, что у него будет такое же покрытие задней стенки. И вот вопрос, будет ли он царапаться или нет, остается открытым. Хоть он там будет только двух цветов. Черного и белого, серебристого цвета. И так, что же показала нам Apple? Долго ходили слухи о том, что будет показан маленький планшет, маленький 7-дюймовый планшет. Все же дали цены, волшебные цены в 199 долларов. Та ладно, 250 стали цены. Сама компания Apple, я считаю, я чем дальше влез, тем больше начинаю разочаровываться, потому что я отразил свое мнение в первом же абзаце этой новости, в котором написал, пошла на поводу, несмотря на то, что считала только 10-дюймовые планшеты нормальными. Во-первых, вынудили. Даже то, что компания Apple в презентации использовала Nexus 7 для того, чтобы сравнивать. Действительно, сравнение было смешным, потому что, извините меня, iPad mini это 7,9 дюйма, они пытались сравнивать его с 7-дюймовым, причем у него соотношение сторон 4-х тем. У формата тоже 7 дюймов. Да, я понимаю, но все равно это выглядело довольно странно. Странно, согласен, это выглядело странно. Ну, экран больше, да. Вот когда они говорили о том, что Nexus 7 7-дюймовый экран, 7-дюймовый планшет, а наш 7,9-дюймовый, Nexus 7 пластиковый, а наш металлический, и при этом наш тоньше и легче. Вот это было действительно хорошее сравнение, это здорово. Тоньше, легче, металлический. Тоньше и легче металлический, чем пластиковый, это здорово. Это действительно здорово. А когда вы начинаете сравнить, то действительно надо было не Филла Шиллера выпускать, а какого-то там капитана очевидности, чтобы он говорил, ребята, 7-дюймовый экран больше, чем 7-дюймовый. Все такие, ооо. То есть не проблема поставить больше экрана. Опять же тот же Samsung Galaxy Tab 7.7, да, который говорили мне, что является конкурентом, я не считаю его конкурентом. Вот, дальше давай. Выпустили планшет на старом-старом железе. То есть там этот Apple A5 стоит. Ты так сказал, что это так плохо. Ну это плохо очень, из-за не меня. А5X, А6, А6X, уже куча новых. Если вы ставите морально устаревшее железо в планшет и экран с разрешением 1214-1668, то мне кажется, что надо было тянуть снизу все-таки. Планшета, экран такой же, как у двойки, и железо такой же, как у двойки получается. Ну он же меньше. Металла меньше пошло. Ты же знаешь, что чем меньше устройства, тем тяжелее его сделать. Тебе же все это известно, Сергей. Все равно, как бы у меня вот какой-то такой легкий налет разочарования от этого всего есть. Акции упали, потому что Сергей разочаровался. Нет. Ну акции упали. Давайте, всему есть объяснение. Можно как бы позитивно подходить к новости, можно отрицательно. Позитивчик, позитивчик. В чем? Разрешение 1214-1668 это классно, потому что всего в iPad 2 разрешения. Это Retina, которая в 2 раза больше. И вот это. Там уже появились комментарии разработчиков, которые умеренно восторжены о том, что разрешение не поменялось, потому что у них груз упал с души, не надо перерисовывать, можно использовать те же ассеты, которые используются в... Нету сегментации в играх. Это здорово. Уже выпущено. Все приложения подходят, это хорошо. Опять-таки разрешение маленькое, но опять-таки это же разрешение стоит на первом-втором iPad, и никто там особо не жалуется на то, что там такое зерно, что просто глаза бьет. Ну при уменьшенном рекламе, я понимаю, зерно будет намного меньше. Естественно, то есть PPI, плотность пикселей выше получилась, то есть это не так заметно будет. То есть разработчикам хорошо, нам тоже как бы хорошо вроде бы, да. Соответственно, если небольшое разрешение, то вроде как бы слишком мощный процессор и не нужен, потому что слишком мощный процессор, кроме того, что, опять-таки выступаю в роли капитана очевидность, кроме того, что он греется и кушает батарейку, он еще... Стоит денег. Ничего больше хорошего не делает. Он греется, кушает батарейку и крутит вам очень крутые игрушки на высоком разрешении. На обычном разрешении он как бы и не нужен. То есть опять-таки это вот такой себе баланс, это компромисс между энергоэффективностью и производительностью, он тоже хорош. Обижаться вроде бы не на что, да. Для любителей, для тех, кто считает планшет без 3G-модуля, а не планшетом, вот для вас тоже есть LTE-модуль, пожалуйста, покупайте. Самый дорогой конс граф, он поможет с обором. Есть такие вообще подсчеты, сколько человек берут планшеты с 3G-модулями? На разных рынках по-разному. Насколько я слышал, у нас в этом рынке это очень небольшой процент, буквально исчезающий, поэтому компании даже от... Меньше 10%, мне кажется, меньше 5%. Компании собираются отказаться от завоза... 3G-планшетов, то есть собираются возить только Wi-Fi-ные. Но это особенность Украины, возможно. Окей, что еще? Еще дизайн. Такое впечатление, что это iPod, но увеличен. Вот как видите, вот iPod... Рамка шире. Клобоса, да. То есть обычно, в обычных планшетах подразумевается, что человек может его держать, ну, грубо говоря, и вот так, и вот так, и поэтому все стороны делаются примерно одинаковой ширины. В том же первом, втором, третьем iPad 10-дюймовом, так и сделано. Далеко не у всех планшетах одинаковые стороны рамки. У тех же Samsung, по-моему, уже боковые. Ну, если уже, то ненамного. А подразумевается, что вам должно быть удобно вот так его держать? Одним словом, Intel. Apple подумал, и краевые нажатия будут обрабатываться очень аккуратно, так что его можно будет держать за края экрана. Ложно срабатывания должно быть немного. Я не верю в софтовые фишки, потому что если софтовая фишка, она реально может не работать. Посмотрим. Дизайн. Если раньше iPad'ы были черные и белые, как так называемые, но черно-белые это была только передняя панель, и задняя стенка всегда была серебристая, если это был неокрашенный, там, полированный, обработанный алюминий, то теперь белая версия, так называемая, это белая окантовка экрана и серебристый задник, черная – это черная окантовка экрана и черный задник, как на айфоне пятом черный. То есть, опять-таки, ждем, как бы, слухи о том, насколько быстро это все будет царапаться. Вот. Цена? Тебе удовлетворило 329 долларов? С нами не удовлетворило, ну, чисто психологически. Я хотел 299. Но, опять-таки, я хотел 200, и что? Если вы посмотрите на линейку цен, вы посмотрите, что новый iPad дороже, чем старый, и вот как раз старый iPad, новый iPad, iPad mini, iPad 2, iPad retina. Все очень гладко, все очень гладко. Вот сколько, вы знаете, как есть хорошая реклама про Макдоналдс, там, где 750 в кармане, человек приходит, может выбрать, там, то ли Чизбрир, то ли что-то еще, то ли что-то еще, то есть точно так же в Apple. Вы приходите туда, хотя бы, там, со 100 долларами, и вы там… Вам что-то продадут. Или iPod Nano, или там, что-то вам обязательно продадут. Если денег нет вообще, вы купите гифт-карту на 5 долларов, там, наверное, на 10, то есть тоже можете взять. Все хорошо в этом плане. Будет смарт-кавер, если кому-то это интересно, причем говорят, что он намного более… Он трехсегментный. Намного более прикольный, как очень здорово выглядит, как бы. Вот, ну, интересно. Скажи ты, Олег, то есть, насколько я знаю, ты собрался покупать. Расскажи, зачем. Да, я собрался покупать. Мне, на самом деле, интересна была концепция 7-дюймовых планшетов. Я пробовал немножко, там, попользоваться Nexus'ами и Samsung'ами. Ну, у меня с Android'ом не складываются отношения. Вот, все-таки под iOS' у меня очень много программ, и я решил попробовать, вот, собственно, концепцию 7-дюймового планшета. Как он в реальной жизни, для дома, для работы. То есть, просто ходить с iPad'ом, мне эта мысль не нравится. Он все-таки большой для использования, там, на природе, на прогулках и так далее. В командировке, в поездке я его, конечно, беру, но он, это у меня устройство прекроватное. То есть, у меня реально на столике лежат 2 iPad'а и Kindle, да, то есть, берешь любой и читаешь. Мне интересно, как будет поведеть себе 7-дюймовое устройство, как его использовать, вот. Кроме того, я думаю о том, что моя дочка таскает в школу первого поколения iPad, он тяжеловат. Возможно, ей подойдет больше мини для этого. Собственно, я собираюсь брать белый для контраста со черными старыми, со смарт-камером. На самом деле, чтобы не царапался, да? На самом деле, чтобы не царапался, берешься. Нет, я, кстати, не заметил о том, что он будет черная задница, черной версии. Поэтому белый изначально просто решил, что буду брать белый. Вот, надеюсь, что в начале ноября мне уже планшет приедет, я смогу рассказать, как он в реальной жизни. Ты будешь обзор писать? Почему бы и нет? А вот нет, так нет. Алек сам открывался, все слышали, обзор буду писать и я. Хорошо. А ты не собрался сегодня? Я хочу брать, но я возьму ребенка чуть позже, по окончании учебного года. Качестве подарка. Как я обещал, да. Вот, я считаю, чем он хорош? Он хорош тем, что он маленький. Он немножко тупо опять. Он весит 270 грамм? Нет, он весит 308 грамм в обычной версии и 312 грамм в версии LTE. 0,68 фунта. Я не буду пересчитывать фунт. Я читал на сайте Apple. Тебе хочешь прямо сейчас покажу? Ага, там в граммах есть уже? Я открыл сайт Apple, там есть фунта. Хорошо, 300 грамм, но это, значит, в 2 раза? Смотри, 312 грамм Wi-Fi плюс целлуар и 308 грамм. Но это в 2 раза меньше, чем весит 3 и 4, соответственно. Для тех, кто таскает с собой, я смотрю очень часто, вижу в метро людей с 10-дюймого iPad'а, выглядит он действительно слишком массивно для рук. То есть, когда вы где-то едете с собой, ну, вы можете, конечно, брать, но... Кстати, это очень хорошее сравнение. Знаете, есть журналы, есть журналы-версия полноценная, А4, а есть их точно таки же журналы, только Pocket Edition. Вот это тот же Pocket Edition. Если вы таскаете iPad постоянно с собой, для того, чтобы читать, что-то посмотреть, то он более удобен. Он размером с книгу, то есть вот новый iPad. И, кстати, не случайно на презентации такой был акцент сделан на iBook, собственно, и на приложение для школ. Я думаю, что многие, как я и как Сергей, задумаются о покупке мини для детей. Для детей, значит, для использования в школе. Для использования в школе в Штатах это огромное количество приложений, учебников, интерактивных вещей для использования в школе. У нас, к сожалению, нет. Пока нет, но даже так. Но закачать учебники в PDF формате, там, и так далее, и читать их, использовать в школе, очень удобно, потому что реально современный школьный портфель неподъемный. Это вещь, которой можно убить человека запросто. То есть для кого? Для тех, кто активно перемещается, для тех, кто постоянно хочет иметь для себя планшет, но не очень большой. Вот это очень здорово. И, опять-таки, это все о любителях Apple, потому что те, кто пользуются Android, у них этих выборов, 7-дюймовых планшетов реально очень много. То есть там те же Kind, даже не говоря... Kind, Nookie, Nexus, Nexus, Samsung, Aino, что хотите, можете выбирать. Это для тех, у кого уже, кто уже влип по колено в эту смолу экосистемы Apple, да, уже оттуда выпрыгнуть не может, ему жалко, что этих 300 долларов потрачено на приложение, он уже не хочет, ему уже Android не нравится, приложение не тяги, скорость не та. Вот он влип, ему надо что-то поменьше. И для тех, ну вот для них. Для детей очень здорово, опять-таки мы про это говорили уже 10 раз. На самом деле, самое главное, ты забываешь, самое главное, при таком размере это идеальная карманная мобильная игровая приставка. Подожди, она не карманная. Начнем с того. В 8 минут ты в банан не засунуешь. Карман джинсов, она залезет, пойдет вполне нормально. Олег, я очень хочу посмотреть на тебя, когда ты, вот давай эксперимент, ты купишь себе этот iPad, засуну его в карман. В карман, ты приедешь на метро на работу. А посмотри, до какой ты станции доедешь. Пока у тебя его вытащат или прижмут или что-то еще. Это не карманная, то есть это все равно какая-то сумка нужна. Карманная это вот, айп-патач. Хорошо, карманная условно, то есть небольшая сумка, то есть мобильная игровая платформа. Слушай, мы только что опускали, не только казуальных игр и не только казуальных. Там Real Racing пойдет, думаю, второй совершенно нормально. Пойдет? Пойдет. Думаю, много других игр пойдет нормально. Там, кстати, Borderlands скоро выходит специально для iPad'ов. Выходит Infinity Blade, Dungeons, много других интересных игр. Недавно были подсчеты. Apple рассказывала о том, что он выплатил 6,5 миллиардов, да, денег разработчикам на текущую. Да, да, да. Львиная доля приложений и львиная доля выплат идет за игровые приложения. То есть можно посчитать, в предыдущем отчете называют цифры 4 миллиарда. То есть за 6 месяцев 2,5 миллиарда долларов выплачено разработчикам. Можно оценивать рынок программных приложений для игрушек, для iOS. Естественно, разработчики будут разрабатывать еще больше игр для iOS, база будет расти и вот такая карманная приставка, игровая по сути, очень сильно бьет по нэнтену. по Sony PlayStation Vita и так далее. То есть это реально очень серьезный конкурент их на игровом рынке. Все? Мы получили, опять-таки, мы получили то, что ожидали, все эти утечки. Меня там кто-то обвинил, когда писал заголовок нашего лайва, кто-то обвинил еще до начала презентации. Зачем вы пишете прямо в заголовок? Все, что будет. Все, что будет, это же ничем неправильно. Сережа, на самом деле, мы не все угадали. Мы не угадали. iPad 4 не угадали. iPad 4 мы не угадали и мы не угадали, не только мы одни. iMac, что представит, обновленный iMac. Это была самая большая неожиданность презентации, на самом деле, когда показали вот этот новый тоненький iMac. Получается, в этом году Apple обновил все свои продукты, кроме вот Aero, да? MacBook. И MacBook. Все остальные продукты очень непривычно много, обычно они через год обновляют линейки, да? В этом году обновлены все линейки и у Apple сейчас очень сильная линейка как по ПК, по которым, кстати, напоминание, в Штатах занимают первые места и среди десктопов, и среди ноутбуков, вот, так и по планшетам, которые тоже, они опять-таки на лидирующих местах во всем мире. Вот, так что Apple выступает к периоду разъяснительских продаж очень сильной линейкой и я думаю, продажи будут зашкаливать. Не знаю, что интересно очень сильно? Я бы очень сильно хотел почитать, увидеть статистику по количеству проданных iPad'ов с Retina и iPad'ов Mini. Мне просто очень интересно, за счет чего будет покупаться iPad'a Mini. То есть, те люди, которые собирались купить Retina'у и не стали покупать iPad'a Mini, потому что поняли, что им важнее маленький размер и не так важна производительность. Или это будут новые, или это будет новое привлеченное. что Mini'a Mini'a срежет продажи Retina? Как называется так? Каннабализирует. Каннибализирует. Каннибал. Каннибализирует, да. Каннабис. Каннабис, это немножко другое. Каннибализирует продажи. То есть, вот так это будет. Упадут ли проявив? То есть, они понятно, что не упадут, они растут вечно, ну, как бы, вечно. Вечно. Вечно растут в таком тренде, да. То есть, ну, у них наверняка, если будет какой-то проявив. Ну, посмотрим. Неизвестно. А тебе никто не даст этих данных. Неизвестно, скажет ли Apple. Ну, будут оценочные данные. Пока что по оценочным данным, по вопросам по тем же, да, ты же мне показывал. 80% владельцев iPad'ов хотят купить себе iPad Mini. Ну, это, опять-таки, это о тех людях, завязших в экосистеме. Ну, тем не менее, цифра уже очень хорошая. То есть, это люди покупают себе второй планшет, как минимум. Люди, опять-таки, у кого один планшет, и они никак не могут его поделить с детьми, там, с женой, допустим. Он говорит, ну, все, я себя ставлю классно, а жене там, детям, знаете, он, Mini, покупайте, сэкономлю денег. Понимаешь? Для меня это будет третий планшет. Видишь? Кошмар какой. Окей, осталось подождать старта продаж, который будет в начале ноября. 2 ноября. 2 ноября. Получить устройства на руки и протестировать их. Обязательно мы все, все-все-все планшеты протестируем и расскажем вам, стоит брать тот или этот. Все, на сегодня, пожалуй, все. Мы переходим к... Виндоус, мы, к сожалению, снимаем этот блог. Как ты можешь говорить про Windows в блоге посвященном? Могу. Презентация, точнее, не презентация, а старт продаж Windows 8 и связанных с этим мероприятием прошло в четверг, но, к сожалению, мы записываем этот блог чуть раньше по техническим причинам, поэтому мы не обсудили. Тарас Мищенко прямо сейчас находится в мероприятии. Да, прямо сейчас такой, ну, еще не на приятной мероприятии, и мероприятие будет через несколько часов по времени нашей съемки. Тарас Мищенко, надеюсь, будет вести оттуда вещание прямое. В любом случае, на следующей неделе мы с ним обсудим Windows 8 и мероприятие Google, которое запомнило оно на понедельник. На сегодня практически все. Дальше приходим к ответам на вопросы. И, наконец, финальная часть нашего блога. Ответы на вопросы, которых в этот раз было тоже немало. Читаем, отвечаем. Вопрос. Пока что не нашел. Пока что нас только ругают, ругают. Ругайте. Ругайте нас. Похвалят нас другие люди. Подожди, а где же вопрос это? А пока Олег листает экран. Вопрос. Да, давай. Уже. Добрый день, Сергей Олег. Скажите, мониторами на какой матрице вы пользуетесь в повседневной жизни? ТН или IPS? У меня ТН плюс фильм, думаю, стоит ли переходить на IPS? Стоит. Сережа пользуется ТН плюс фильмом, потому что у него вообще нету монитора. Подожди, где у меня штык монитора IPS? А, на работе, это не IPS, Сережа. Это ПВА. Когда в ту пору, когда эти мониторы выпускались, IPS еще толкового не было. У меня старый-старый монитор. Я пользуюсь IPS, у меня один раз только был ТН плюс фильм, я очень быстро постарался от него избавиться. Чего и вам желаю, тем более, что есть недорогие матрицы. На ноутбуках я пользуюсь исключительно ТНом, потому что IPS как бы очень мало и ничего плохого в этом не вижу. Не, ну вижу, конечно, плохое, но... Но признаться себе не может. Они все ТНы, поэтому это не страшно. Если есть возможность выбрать IPS или ТН, то, конечно, лучше выбрать IPS. И за это переплатить деньги. Следующий вопрос. Вопрос. А вы можете блок снимать 1080p с соответствующим качеством, а потом Full HD смотреть не очень приятно? Вы можете снимать 1080p? Олег ответил. Ответил, да? Да. И что он ответил? Будет очень долго, и непонятно, когда он, во-первых, трендерится, вторых закачается на YouTube, и в-третьих, обработается YouTube. Вы реально будете там смотреть с недельной задержкой, поэтому мы не будем. Мы считаем, что в этом блоге нечего рассматривать. Нам надо смотреть. Чтобы не было вот этих вопросов, почему рубашка одна и та же. Вообще, подкаст, слушайте только звук. Зачем? Слушайте звук, да. Тут он начинается. А что, вот прическу-то долго не меняли, Сергей? А что с маникюром? А вот мне ответ, а вот вопрос. То есть, не вопрос, а ответ. Говорят, что Феликс заявил о завершении своей карьеры, поэтому рекордов новых от него ждать не стоит. Да, действительно, Феликс Баумгарднер сказал, что, когда его спросили, что следующее он собирается делать на пресс-конференции, он сказал, что он мечтает, что вот как сейчас он сидит рядом с Кеттингером, рядом с ним сел бы другой молодой человек, который побьет его рекорд. Так что, да, Феликс уходит из спорта, потому что, ну, сделать что-то более крутое, наверное, уже невозможно. Прыгнуть с луны на землю, например. Например, да. Вопрос. Работает ли 3G в модеме, который предназначен для 4G? Да. Вопрос. Когда ожидается обзор Amazon Kindle 8.9? Как он вам? Подождите, он еще не начал продаваться, если я не ошибаюсь. В ноябре вроде. В Америке, да, поэтому как только так сразу, как видите, мы с техникой Amazon дружим, приезжает он нам рано, мы ее дружим и любим. Вот так вот. Вопрос. Не так давно в России прошла выставка Игромир 2012. Бывает ли у нас в Украине что-то подобное? Нет, у нас в Украине ничего подобного не бывает. У нас бывают небольшие мероприятия, которые проводят вендоры разные. Был в свое время геймдэй, который проводил Сергей Галенкин. Сейчас Сергей Галенкин ушел в Нивол и не знаю, будет ли это мероприятие еще проходить. Вопрос. Будет ли вообще обзор планшета Huawei MediaPad 10 FHD? Будет. Будет обзор обязательно. Так. Пытания. Тут меня ругают. Я не буду сейчас не запитать. Я не буду говорить по-украински больше в видеоблоге. Все. Уговорили. Говори по-белорусски. По-белорусски, да. Вопрос. Недавно Олег тестировал Bluetooth-клавиатуру. А есть ли еще какие-то Bluetooth-контроллеры для Android и сможет ли сделать на них обзор например, джойстик. Bluetooth-джойстики не слышал такого. Bluetooth-контроллеры еще есть разные мышки и они подключаются в принципе к разнообразным Android-устройствам. Там все от устройства зависит. Вот. Делать специально под них обзор попадается в Bluetooth-устройство мы его смотрим. Ну, где-то так. Так, вопрос. Нет ли какой-то информации когда начнутся официальные поставки Nexus 7? В России поставили вполне вменяемые цены и ждут что-то подобное и у нас. Скоро. Уже первые сэмплы есть как бы для Украины. Вот. Скоро еще оказывается будет продавать Sony свои ридеры PRS-T2 официально будут продаваться у нас. Вот так вот. И в них если будет та же прошивка которая в России то будет поддержка FB2. Те, кто мечтал всю жизнь получить устройство от A-бренда с прошивкой с поддержкой FB2 нативной тот может радоваться. Вопрос. Вы слушаете музыку на телефонах или на плеерах? Какую и в каких наушниках? Итак, вы думаете нынче популярный Monster Beats просто раскрученный бренд или действительно неплохие очень хорошие наушники? Monster Beats я не слушал так что врать не буду. Я слушаю музыку на телефоне хотя кто-то за меня ответил, что у меня есть плеер это iPod 4G нет, у меня нет у нас перепутали у Сергея есть и я слушаю музыку на телефоне. На наушниках к сожалению сломал недавно свой любимый Ultimate Earth надеюсь, что мне привезут такие же через пару недель. А я слушаю музыку на плеере iPod Touch слушаю на наушниках каких-то абсолютно даже не помню названия модели какие-то наушники затычки от Panasonic мне за час до командировки надо было купить нормальные затычки которые закрытые потому что если кто-то не знает то комплектные наушники от iPod они они вроде как бы не открытые но при этом очень хорошо слышно окружающим когда ты летишь в самолете 8 часов когда тебе начинает весь твой ряд вот так вот головой под океан подмахивать то как бы начинаешь понимать что надо все-таки купить более закрытые наушники я как бы не парюсь с качеством звука опять-таки львиную долю времени я слушаю подкасты насколько глубокий тонкий высокий голос не меломан меня интересует мало нет не меломан в наушниках на колонках можно комната для прослушивания старая добрая радиотехника августика и винил теплый теплый винил и теплый CD-плеер с золотыми разъемами за 230 долларов купленный черт знает каком году вопрос Сергей поделись пожалуйста личными впечатлениями от использования киндл папер white вы как-то вскользь упомнили о том что в редакции книга восторгов не вызвала можно поподробнее на самом деле я скажу Сергея просто до того момента как папер white не вышло все ожидали его и у нас несколько человек в редакции сказал что вот они будут точно менять свой киндл там 3-го 4-го поколения на вышедший папер white когда папер white вышел все на него посмотрели и поняли что ну собственно особого смысла менять нет если у вас там какая-то старая модель вы покупаете новую то можно поставить на папер white если у вас уже есть какой-то киндл то это бессмысленно проблема в завышенных ожиданиях потому что на бумаге все выглядело действительно на бумаге это были только достоинства то есть это во-первых это бумага перл hd высокоразрешение то есть как бы всегда ожидали что шрифты будут еще более гладкими еще более красивыми во-вторых подсветка все ожидали что раз компания по одним слухам Amazon разрабатывала 2 года эту подсветку по другим слухам 4 года назад начались разработки и все ожидали что реализация будет намного круче чем в Barnes & Noble этого не произошло потому что неравномерность там ниже и она не так расстраивает потому что стадиоды расположены внизу потому что если в Barnes & Noble это было сверху вы смотрели как бы вы смотрите вот я когда смотрю я обычно смотрю середину экрана и чуть вверх то есть вот так и поэтому раздражала верхняя неправильная подсветка снизу она раздражает меньше но что плохо на самом деле визуально практически не видна разница между обычной перо и RHD ну то есть она есть но чтобы ее найти надо действительно там фотографировать а потом очень долго кропить и выискивать эту разницу понимаете то есть реально жизни нет во-вторых сама подсветка получилась вроде бы получше но во-первых она не отключается полностью во-вторых у нее есть изменения в тоне то есть нижняя часть экрана получается более холодной очень верхняя я про это писал в обзоре и ну как-то так то есть на любителей действительно если вы часто читаете в темном помещении или в полутемном каких-то сумерках то вам эта последка отличная другим нет третье то что мне не нравится они ввели туда дополнительный сенсорный слой и реально вот как бы когда вы берете там например берете карандаш пытаетесь дотронуться до этой буквы буквы в этом экране лежат не знаю миллиметра может быть даже больше вот хочется понимаешь не нравится мне то что то что этот слой опять-таки казалось бы да он прозрачный но как вы знаете там вот Олег может покивать головой из-за камеры даже самый хороший прозрачный объектив стекло имеет в степени прозрачности то есть как бы там далеко не просветленные пленки используются для того чтобы было все хорошо видно это во-первых какой-то там уровень непрозрачности здесь он мешает во вторых когда вы экран наклоняете вот делаете под углом смотрите эта пленка этот толстый слой пленки тоже оказывает влияние на то как вы смотрите на эту книжку то есть он уже выглядит не так как выглядит обычная бумага обычная электронная бумага хороша тем что эти буквы лежат реально как на поверхности за счет самой технологии это не понравилось мне то есть дополнительный сенсорный слой есть же нормальные инфракрасные модули зачем было ставить сенсор я не понимаю ну и самое последнее то что нету кнопок для меня очень важно чтобы были физические кнопки для листа я ненавижу тыкать пальцем в экран и вот эти вот эти свайпы это мое имха я про это написал я кстати если вы обратили внимание это первый обзор в котором я написал достоинства недостатки и особенность то есть я отсутствие кнопок привел как особенность то есть если вас это бесит так же как и меня не покупайте берите киндл 5 если вам это все равно тогда не обращайте внимания на эту особенность мне недавно наоборот сказала жена что на киндле она пыталась листать а он не листает потому что у нас старая модель еще кнопочная очень ну такое персонально понимаешь вот смотри на этих же ипотах есть же вот эти кнопочки да которыми ты можешь не глядя там отрегулировать и громкость ну есть ну давай сделаем это сенсорным то есть все равно должны быть какие-то элементы для часто используемых операций я не спорю с тобой но вот как раз киндле можно без них обойтись для меня для меня я уже говорил про это и скажу еще раз напомню для меня ридер это хороший экран и удобные кнопки для листания потому что я на него смотрю я перелистываю странички это львиная доля чем я занимаюсь смотри смотрю и листаю а меня раздражают рейсторные страницы смотрим бумаж когда листаешь пальцем у тебя впечатление что это ближе к бумаге вот это вот кнопками как-то очень бездушно это я недавно читал бумажную книгу точнее даже ее сейчас читаю кнопки там не нашел не нашел кнопки замечать и вот что я хотел кстати сказать что меня раздражает в электронных книгах почему они не могут сделать ссылки к сноскам прямо на одном экране почему сноске надо перебрасывать в конец книги ну это проблема верстки на самом деле в некоторых ридерах я встречал как бы в нижней части подожди нет это в iBook есть по-моему если я встречал именно файл это может быть прошито в самом файле там уже и папа файл это может быть оформлен так что снизу будут ссылки в общем это очень редко встречалось чем бумажная книга удобнее что ссылка у тебя прям здесь же это от файла зрительства и и контрастность высочайшая контрастность господа ладно поехали дальше так тут два вопроса про iPad и iPad mini мы это уже обсудили в первой части поэтому я их пропускаю вот и Сергей когда в Украине появится планшет Acer Iconia Tab A210 и по какой цене? еще как бы не видел а он у нас был на тесте? нет значит ничего не скоро появится у вас на тесте как только появится так мы сразу их сообщим и в продаже все вопросов на сегодня больше нет тогда хороших вам выходных на следующей неделе видеоблог или не будет вообще или будет без меня потому что я буду в отпуске а потом сразу в команде как раз на сезон дождей начинающийся с воскресенья Сергей идет собирать грибы все правильно так что на следующей неделе мы наверное пообщаемся с Тарасом который расскажет о том как оно в Нью-Йорке проходила презентация Windows 8 все до следующей недели пока всем пока на две недели до следующей недели пока на следующей неделе субтитры